Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск «Каждый день, вечер и утро». Реальность сама складывает картину дня. В студии Максим Бажанов. Смотрите сегодня в программе. В основном именно в рюмочных, где можно приобрести 40-градусное спиртное, частенько собираются алкоголики. Правда, не всегда тунеядцы. Но все равно. Доставляющие дискомфорт жителям города, ночные песнопения, драки и дебош слегка нивелируют преимущество мелком магазинчика у дома. Наливая их станет меньше. Школьное питание доступное и бесплатное. Говорят, что хорошее. Я не знаю. У вас нет детей-внуков? Есть. Вроде и не жалуются? Нет, пока не жалуются. Взгляд родителей. Взгляд со стороны. Ульяновску нужен новый дом народов. К нам, когда переезжает Ульяновская область, большие делегации или из других республик, президенты, или послы, или министры, честно сказать, неудобно встречать их на лейной 95, которая не соответствует нашему статусу. Национальные автономии работают сообща. В Ульяновске с 1 сентября вступил в силу закон, призванный заметно сократить число придомовых магазинчиков, торгующих спиртом в разлив. Кажется, регион так и не определился, что важнее – здоровье граждан и покой или налоговые доходы от работы питейных заведений. Две стороны медали оценивал Павел Петриков. Толчком для борьбы с бесчинством наливая их стал федеральный закон, появившийся в апреле. Правовой акт запрещает продавать алкоголь в многоквартирных домах, если площадь объекта торговли меньше 20 метров. При этом регионам разрешено корректировать размер площади. Чем в Ульяновске и воспользовались, увеличив минимальный норматив до 50. Все эти заведения, которые меньше 50 квадратных метров в многоквартирных домах, они по истечению лицензии, им лицензии не будут продлены. А те предприниматели, которые хотели новые открыть, они не смогут открыть в ваших многоквартирных домах такие разливаки. Тем самым мы этим законом защитили жителей, дворы, детей. Понятно, что большинство маленьких точек никакой не общепит. А созданы либо для разливного отпуска алкоголя с минимальной закуской, либо для продажи его же в любом объеме всю ночь. В основном именно в рюмочных, где можно приобрести 40-градусное спиртное, частенько собираются алкоголики, правда не всегда тунеядцы. Но все равно, доставляющие дискомфорт жителям города, ночные песнопения, драки и дебош слегка нивелируют преимущество мелком магазинчику у дома. Закон о 50 квадратах решает лишь малую часть проблемы. Более крупные разливухи никуда не денутся. И специфический контингент клиентов найдет, куда передислоцироваться, невзирая на площадь заведений. В любом случае, людей, живущих в домах, даже со встроенными к кафе, этот общепитовский сервис и без спиртного часто достает. Что уж говорить о пивных и наливайках. За закрытие, естественно. Ну, например, если человек женатый, так он скорее домой пойдет, например, правильно, а не сядет там и не будет рассусоливать. У всех, кто с Ульяновской области, крайне отрицательно, во-первых, не только наливай, но и продавай, потому что, да, против того, чтобы как раз в жилых домах, вот как раз, чтобы продавали алкоголь. Потому что все равно выходит из магазина, но распивает тут же. Для владельцев бизнеса выход все же есть. Их не закрывают разом с 1 сентября. Добросовестным предпринимателям дадут время на то, чтобы перевести свой бизнес в социальную направленность. Например, открыть парикмахерскую или тот же магазинчик с бытовыми товарами. Мы готовы поработать с этими предприятиями, предпринимателями о том, что если необходимо, оказать содействие и с точки зрения перепрофилирования, и с точки зрения формирования какой-то другой нишевой продукции. Региональный бюджет, соответствующий комиссия по предпринимательству и городу и области окажет содействие после представления заявки, вплоть до выделения необходимых финансовых мер поддержки, грантов так называемых региональных, для переформатирования работы рюмочных, уже в нормальное, значит, человеческое, в хорошем смысле слова, да, не мешающее жителям заведение. С 1 сентября все школы области перешли на бесплатное горячее питание для школьников младших классов. В рубрике «Глаз народа» узнаем у жителей Ульяновска, устраивает ли их качество продуктов и как кормят в школьных столовых. Пробовала и хорошего качества обеда, пробовала в школе и не очень мне нравилось. Ну, надеюсь, что качество проверяется, поэтому будем сказать допустимого качества школьной обеды. Считаю, что нет. Думаю так. А почему вы так думаете? Ну, не знаю, мне так кажется. Считаете, что недостаточно полезных, может быть, веществ или невкусно готовят? Думаю, что невкусно готовят. Но некоторым детям нравится, некоторым не нравится. Говорят, что хорошее, я не знаю. Кстати, у вас нет внуков? Есть внуков, вроде и не нравится. Не жалуется? Нет, пока не жалуется. Нет, у меня внука учится, не очень. Приходит домой, ест, ест, ест. По вкусу не нравится или не насыщается совсем? Нет, по вкусу не нравится. Из продуктов не очень хороших может быть? Ну, вот, видимо, что-то не так. Я не думаю, что бесплатно хорошего качества будет. Почему не думаете? Думаете, на продуктах экономят? Я думаю, да. Ну, я могу предположить, что оно должно быть, конечно, лучше, чем сейчас. Наверное, хорошее. У меня внучка пошла в этом году в первый класс. И первое впечатление, ее спросили, ну, как тебе в школе? Она сказала, кормят хорошо. Как вы думаете, школьное питание в наших столовых удовлетворительного качества? Думаю, что нет, дочь не ест. Не ест. Почему? Не наедает или невкусно? Невкусно. Ну, многие дети не едят. Ну, по крайней мере, ничего плохого не говорила. Вкусно? Сейчас едает. Ну, ест. Ну, дети же сами знают, что-то нравится, что-то не нравится. А так, в принципе, все устраивает. Невкусно. Не с душой. А бесплатно или платно? Бесплатно. Бесплатно. Невкусно. Нет, с роковой лицей. Активная позиция местных жителей и общественников при поддержке властей равно благоустройство. Яркий пример – микрорайон по проспекту Врача Сурова. Во дворах ремонтируются дороги, строятся детские площадки. Все с инициативой местных жителей. Подробности далее. Без ям и луж по колено. Жители 35-го дома по проспекту Сурова не могут нарадоваться. Дорогу к подъездам отремонтировали. До этого небольшой участок пути был настоящей полосой препятствий. Буквально месяц назад на этом месте был обывал асфальта и в подобную дождливую погоду, что проезжую часть, что тротуары затапливал. Люди не могли ни проехать, ни пройти. Но сегодня все нормально, все стабилизировалось. И это только первый этап благоустройства микрорайона. В этом же дворе установили новую детскую площадку и отремонтировали ливневые канализации. Осталось разобраться с опасностью. Рядом с двором стоит недострой. На его территории заброшенный подъемный кран. Прямая угроза для местных жителей. Рядом заброшенная стройка. Кран стоит уже года три. И, соответственно, при сильных ураганах он шатается. Людям как бы опасно. Хотелось бы, чтобы в этой проблеме тоже помогли нам демонтировать кран. Если городская техника позволит, кран уберут на этой неделе. Если нет, вызовут коллег из соседней Татарской республики. В разработку взяли и другие проблемы микрорайона. Решается вопрос освещением улиц, заброшенной стройкой частного детского сада, пятийными заведениями. В нашем округе 27 многоквартирных жилых домов. Минимум это 9 этажей и выше. Практически все дороги разбиты, тротуары тоже. Их надо благоустраивать. Во дворе 23-го дома по проспекту Сурова на месте этого пустыря появится аллея ветеранов. Первые деревья посадят осенью. Создаем вместе с жильцами небольшую компанию, которая здесь сейчас посмотрит, где мы дорожки сделаем. Где мы поставим в центре, допустим, вот эту эстраду. Не бог весят, насколько стоит он мах. И в школах мы ставим, и в других площадках. И шкамейки, и ветераны. И против патронного завода, вот сквера патронного завода. И просчитаем, сколько нам нужно там либо яблони, либо других каких-то зеленых насаждений. Ну, по-моему, яблони. В конце сентября, в начале октября спокойно все это высадим. Максим Бажанов, Бытьяр Салтанов, репортер 73. Состояние Сергея Ермакова, председателя Совета ветеранов Ульяновской области, доставленного накануне в больницу сердечным приступом, потребовало консультации сторонних специалистов. Напомним, все случилось накануне. Сергей Николаевич остро отреагировал на травлю ветеранов КПСС, которые обратились к Геннадию Зюганову с просьбой навести порядок в местной ячейке партии, которую тот возглавляет. Ответные высказывания на грани фола отправили 83-летнего Ермакова на больничную койку. Мы приглашали к нему доктора-невролога. Определена программа его обследования и лечения. К сожалению, его давление пока остается нестабильным. Проблемы с сердцем сохраняются. Напомним, накануне Сергей Ермаков был доставлен в Ульяновскую областную клиническую больницу прямо с рабочего места, где ему стало плохо после травли со стороны представителей КПРФ. С Сергеем Николаевичем два дня на связи. Я скажу, что там все серьезно, не как вот там уговаривают. Человек пережил какой-то шок, пережил какое-то сердечное какое-то волнение. Предвыборные баталии выходят за рамки только политической борьбы. В соперничестве за голоса избирателей, партии и отдельные кандидаты в этом году не гнушаются самых эпатажных акций. Это просто, на наш взгляд, хулиганские действия. Надо жить в обществе, надо, конечно, есть и мнение, может быть, оно иным. Но его надо высказывать таким образом, чтобы люди могли договариваться, могли понимать друг друга, могли убеждать. Наплевали и на уважение к старшему поколению. Не выдержав столь вычурного и неподобающего поведения от членов КПРФ, ветераны КПСС, заслуженные и уважаемые руководители прошлых лет, написали письмо Геннадию Зюганову с тем, чтобы остановить произвол, а порой и откровенный беспредел. В ответ – хамство и оскорбление. Поезд «Ульяновск» получит из бюджета 81 миллион рублей. Постановление 1 сентября подписал глава правительства Ульяновской области Александр Смекалин. Деньги пойдут на архитектурно-строительное проектирование и возведение объектов капитального строительства индустриального парка. Один из новых резидентов планирует создать более 700 новых рабочих мест. Еще около 70 человек примет на работу шведская компания – производитель изделий из алюминия. Далее коротко о других событиях из жизни региона. Деньги на мусор. Ульяновская область получит дополнительные средства из федерального бюджета на организацию работ по вывозу ТКО, что позволит усовершенствовать работу региональных операторов. Всего более 100 миллионов рублей направят на обеспечение бесперебойной работы по обращению с твердыми коммунальными отходами. 73-й регион вошел в список 9 субъектов страны, которым окажут финансовую поддержку, что позволит в полной мере продолжить выполнение целевых показателей проекта «Комплексная отрасль по обращению с ТКО» – нацпроекта «Экология». Минус три стихийные свалки на улицах Ватутина, Матросова и проспекте Нариманово записал на свой счет стартовавший накануне осенний месячник по благоустройству. В первый день на уборку города вышло 380 организаций, в помощь которым направили 122 единицы техники. Участники очистили магистральные и внутриквартальные дороги, газоны, цветники, парки, скверы. Отмыли остановочные павильоны, очистили от мусора подвалы и чердаки жилых домов. В Заволжском и Засвияжском районах снесено 16 аварийных и сухих деревьев. Активные работы по приведению города в порядок продлятся до 26 октября. Финансирование федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» в Ульяновской области до 2024 года составит свыше 5 миллиардов рублей. Проект предусматривает снижение к 2024 году в три раза объема отводимых в Волгу закоризненных сточных вод. Один из этапов – реконструкция станции биологической очистки воды в правобережной части Ульяновска, стартовать которая должна в следующем году. Соответствующая заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета, всего на реализацию задуманного необходимо более миллиарда рублей, направлена в Минстрой России. Бьюти-процедуры для скульптуры. В сентябре в Парке Дружбы Народов восстановили одну из самых красивых фигур – девушка с цветком в руке, символизирующая Казахскую СССР. Вандалы изуродовали монумент, откололи нос, часть руки, облили зеленой краской. Преобразить девушку-казашку вызвалась азербайджанская диаспора, которая вернула с культуры прежний вид. Это не единственная инициатива национально-культурных автономий. Люди, живущие в Ульяновской области, делают добрые дела, действуя сообща. Инициатив и планов много. О них в следующем сюжете. Все народы региона вместе обсудили вопросы каждой национальной культурной автономии. Главный на повестке дня – переезд в новый Дом Народов. Раньше офис «Диаспор» располагался на Ленина 95. Из-за аварийности здания пришлось перебраться на Шевченко 106, где условия на уровень лучше прежнего. К нам, когда переезжает Ульяновская область, большие делегации или из других республик, президенты, или послы, или министры, честно сказать, неудобно встречать их на Ленина 95, которые не соответствуют нашему статусу. Ижевск, Казань принимают гостей во Дворце народов, о котором мечтают и в Ульяновске. Вариант нового офиса ТЦ «Олимп» на улице Шевченко. Просторно будет каждой автономии. Не стыдно принимать гостей и заниматься коммерцией. Проводить дни одной национальности. То есть это очень гибко получается. Это не магазин какой-то конкретной автономии. Это магазин для всех. И он оживляет вообще всю эту обстановку. Дружат и работают вместе. Пока в тесном помещении национально-культурной автономии планируют переехать в просторный, уютный Дом народов. Это одна из главных инициатив. Кроме нее у представителей автономии есть масса других предложений и проектов. Проведение национальных праздников, концертов и встреч с почетными представителями Диаспор России. Армяне подняли вопрос вандализма в парке дружбы народов. Как бороться с варварством решат в ближайшее время. Пока остальные рушат, другие строят. Несмотря на вот эту пандемию, мы работали на полную мощь. У нас программа, которая была принята еще в прошлом году, нисколько не изменилась. Даже больше мы делаем, внедряем, работаем. Вот сейчас завершается строительство Часонью, все 75-летие победы в серии Большой и Нагадкина. На высочайшем уровне прошел праздник от Агадуя до Чуклеме. От глобальных до небольших предложений, финансирования газет, сайтов, автономии и новое звучание центрального поющего фонтана. Председатели Диаспор предложили включать песни народов региона вместо иностранных композиций. Маргарита Матюшинская, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Совсем немного времени остается до голосования за место установки. Стеллы в честь присвоения Ульяновску звания «Город трудовой доблести». Предложены четыре варианта геолокаций, по одному в каждом районе города. На голосовании каждый житель сможет предложить альтернативный вариант. О плюсах и минусах предложенных вариантов в нашем сюжете. Трудовой подвиг, неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне наших соотечественников – это гордость жителей Ульяновска. Стелла, как знак заслуженной награды, должна занять достойное для обозрения место, вызывая чувство уважения и патриотизма. Площадь у центрального железнодорожного вокзала – главные транспортные ворота города. Ежедневно здесь бывают тысячи ульяновцев и гостей областной столицы. Вокзал был полностью отреставрирован, был сделан капитальный ремонт. И я думаю, что достаточное место сегодня тоже, которое находится непосредственно в вокзальной площади, как раз располагает для устатовки такого монументального сооружения, как Стелла, в изименование, в отделении нашего города, почетного звания, город трудовой доблести. Другие варианты – Парк Победы, патронный завод и площадь перед ДК УАЗ – места для Ульяновска более чем знаковые. Меж тем есть и другие версии. Например, центральная часть города, где Стеллу смогут увидеть максимальное число ульяновцев. Валерий Пелих считает, что идеально подходит для этого сквера искусств, расположенный на пересечении Ленина и Гончарова, который сейчас практически неблагоустроен, а установка монумента сможет вдохнуть в него новую жизнь. Я полагаю, что вот это место здесь, центр города, хорошая зона, большая площадка, здесь можно разместить все. Вы обратите внимание, ведь людей здесь нет. Люди здесь не ходят. Почему? Потому что нет здесь ничего. Если оборудовать и создать вот такой вот комплекс трудовой и боевой славы, вот здесь на этом месте, оформить, соответственно, композиционно все это оформить, отработать, убрать эти киоски, которые, ну не украшают они город, скажем прямо, убрать эти киоски, и тогда можно будет эта территория превратиться в зону интересную для людей. Напомним, звание «Город трудовой доблести» присвоено Ульяновску за значительный вклад жителей в достижении победы в Великой Отечественной войне. Отдать голос за то место, которое вы считаете наиболее подходящим, можно до 13 сентября включительно, на вашем избирательном участке. Больше 250 компаний Ульяновской области экспортируют продукцию в другие города и за рубеж. Регион вышел на поставки, объем которых в финансовом выражении превысил 110 миллионов долларов. Основные партнеры – 88 стран мира, в том числе Казахстан, США, Белоруссия, Дания, Украина, Китай, Конго, Германия. Из ульяновского зерна делают муку во многих городах России и ближнего зарубежья. Успешным опытом экспорта могут похвастаться в Новоспасском районе. Урожайные 2020-й. В этом году ульяновские аграрии собрали около полутора миллионов тонн зерна. Несколько районов перешагнули планку в 200 и 100 тысяч тонн. В числе успешных – Новоспаски, где часть урожая хранят на полях из-за переполненных элеваторов. На сегодняшний момент мы приняли 63 тысяч тонн зерна нового урожая и постоянно, как вы видите, круглые сутки отгружаем зерно в порты Новороссийска, Азово, Калининграда, Прибалтики. Зерно порядка 17 тысяч тонн уже отгрузили. К хранению урожая относятся бережно, готовились заранее. Качество зерна проверяют в специальной лаборатории. Всю продукцию, не делая различия на внешней и внутренней рынке, тщательно изучают, отсеивая брак. В нашей лаборатории определяются такие качества зерна, как сорная примесь, зерновая примесь, влажность, натура, каликовина, идыка, протеин, число падения, масличная примесь, масличность, кислотное число масла. Ну, в общем-то, почти практически все виды. Похвастаться качеством урожая и его объема могут также в Старомайнском, Цельнинском, Сурском районах. Несмотря на дождливую погоду, хлеборобы работают практически круглосуточно. В сентябре почти 3 миллиона безработных граждан выплатят по 3 тысячи рублей дополнительно к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребенка. Такое решение приняло правительство России, выделив из федерального бюджета 8,5 миллиардов рублей. Далее, коротко интересные события из жизни региона. Сотрудники госавтоинспекции провели обучающие мероприятия с первоклассниками средней школы номер 6 города Ульяновска при помощи передвижного инновационного комплекса «Лаборатория безопасности». На занятиях школьники познакомились с правилами дорожного движения. Первоклассникам подарили светорассеивающие брелоки, чтобы их нахождение на проезжей части было безопасным в темное время суток. Росгвардейцы заложили капсулу памяти. На территории управления Росгвардии по Ульяновской области состоялась церемония закладки капсулы с видеопосланием к будущему поколению. Флэш-накопитель поместили в специальную нишу и назначили дату вскрытия послания – 9 мая 2045 года. Росгвардейцы призвали будущие поколения беречь мир, историю и память о великой победе советского народа над фашизмом. В честь Дня Российской Гвардии и Дня образования патрульно-постовой службы Сергей Морозов наградил военнослужащих 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и сотрудников полиции. Оба праздника синхронно отмечают 2 сентября. Благодаря работе сотрудников полиции только в этом году раскрыто 526 преступлений. Благодаря гвардейцам все больше молодых людей готовы вступить в ряды вооруженных сил. 8 сентября в Музее народного образования Сибирской губернии открывается выставка «Муравейник» о жизни и творчестве одного из талантливейших ульяновских художников – Валентине Харитоновой. Выставка делает акцент на эвакуации во время блокады Ленинграда. Личные вещи, фотографии и, конечно, картины – блокадная страница жизни Валентины Ионовны. Это не только горе, скорбь, печаль, но и удивительное знакомство с Василием Ершовым, организатором первого в Сибири детского дома «Муравейник». Большинство фотографий посвящены именно этим годам, а в центре выставки – портрет самого Ершова. Материалы для экспозиции доставались большим трудом. Они хранились в доме Харитоновых, в комнатах, где много лет никто не жил. Они были просто выброшены, на них свалили весь мусор. Если бы не вовремя, скажем так, чуть позже пришли сотрудники, то мы могли бы эти работы никогда не увидеть. За музейными витринами хранятся на первый взгляд обыденные вещи. Например, валенки одного из блокадников – Владимира Шевченко. У них удивительная история. В 40-е годы валенки чистили манкой, а потом крупу заворачивали в кулек и клали внутрь обуви. Прошло время, и в дни блокады семья Шевченко нашла эти валенки, а в них – манку. Эта находка спасла их от голодной смерти. В этом музее первый раз, но на выставку я приехала специально, потому что знала, что сегодня будет открытие выставки «Муравейник». Было для меня познавательно. Я живу в этом городе, но не все так хорошо знаю. И узнать о двух таких замечательных личностях. Открытие выставки – 8 сентября. Закрытие – 27 января. Даты выбраны не случайно и глубоко символичны. В истории нашего государства эти числа запомнились как начало и снятие блокады Ленинграда. Во Дворце книги в 17-й раз стартовала выставка «Конкурс. Симбирская книга». По традиции на ней представляют продукцию ведущих поволжских и российских издателей за прошедший год. Кроме того, читатели ждет немало интересных встреч и открытий. Подробности в материале Регины Залаловой. Накануне во Дворце книги открылась Всероссийская ярмарка-выставка «Симбирская книга-2019». Ее программа насыщена и поделена на тематические дни, включая в себя как обычный формат работы, так и онлайн. На выставке можно ознакомиться с литературой региональных и российских писателей, выпущенной за прошедший год. Это более 400 изданий, представленных 40 издательствами и издающими организациями. Поскольку участие в «Симбирской книге» для нас традиционное, мы очень рады представить на суд жюри свои книги. И в этом году важнейшими книгами мы считаем книгу, посвященную 75-летию Победы, и книга, посвященная и выпущенная в связи с годом театра, это книга о Копылове. Помимо литературных новинок, горожан порадуют встречами с интересными гостями. Запланировано открытие модельной библиотеки нового типа на базе Центральной городской библиотеки. И еще один окололитературный проект – «Читающий транспорт», где подробно расскажут, как при помощи QR-кода читать книги на мобильных устройствах и научат пользоваться предоставленными электронными ресурсами. Часто задают вопрос, а чем интересна «Симбирская книга»? Книгой. Она книга интересна, новой книгой. Но, конечно, это праздник творчества, общения. Здесь очень много творческих встреч. Конкурс продлится до 18 сентября. В завершении выберут книгу-победительницу в главной номинации «Книга года-2019». Завершится всю ночь у литературы, которая станет финальным аккордом творческой ярмарки. Уважаемые коллеги, дорогие избиратели, что хотелось бы еще раз обратить внимание? На что? Помните, идя голосовать, начиная с 11 числа, запомните главную фразу, которая должна помочь вам дальше жить лучше. Работают предприятия, живет город. Без этого движения вперед не будет. Дорогие избиратели, я Алексей Андреев. Сегодня власть решает свои проблемы. Я буду решать ваши. Читайте в новом выпуске «Аргументов и фактов». Главная тема этого номера – малая авиация в России. Есть ли она? Если есть, то где и как используется? На первой полосе регионального выпуска – о ремонте сквера имени Крамзина. Выходит, что вечен только памятник историку, а благоустройство под одно превращает историческую часть Ульяновска то ли в шоссе, то ли в площадь. На второй странице – о вырубках в Виновской роще и в парке 40-летий в ЛКСМ. Зачем и кому понадобилось отдавать под топор зеленый щит Ульяновска, его легкие? Тема номера «Ульяновская культура» выходит из самоизоляции. Что можно посмотреть на выставках, в драмтеатре и в Ленинском мемориале? На четвертой полосе – о том, что за львята посетили Ульяновск, много ли их и надолго ли они? А также, что у нас с бюджетом региона, насколько он пострадал из-за пандемии? И по традиции в номере программа передачи телеканал «Репортер 73», который смотрите в пакете эфирного цифрового телевидения на канале ОТР. В завершении телефон рекламного отдела 3041-73. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 3041-73 и вы в эфире «Репортера 73». Делайте новости вместе с нами. Звоните 304073. Читайте и смотрите онлайн. Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова